Жарким летом хочется одного – побыть у воды. И летние будни совсем не обязательно должны быть трудными. Городские пляжи тому в подтверждение. За дня в день здесь многолюдно, шумно и по-летнему атмосферно. В этом году впервые все три Барковских карьера – официальные места купания. Они благоустроены и готовы к наплыву отдыхающих, на мачтах развиваются флаги, их цвет зависит от температуры воды и рассказывают посетителям, насколько комфортно сегодня купаться. Это нововведение нынешнего лета. Здесь также есть медпункт и бесплатная вода, на вышке дежурят спасатели. Очень чистый пляж. Вода также очень чистая по сравнению с другими водоемами. Тем же карьером, который находится чуть дальше. Очень понравилось. Рядом с пляжем можно без труда припарковаться. Отдыхающие довольны. От парковки до пляжа ведут дорожки. На выходе есть где помыть ноги и лавки, чтобы переобуться. Информация – кабинки, урны по всему пляжу. Все зависит больше от нас. Сами мы здесь мусорим. Приезжаем, мы здесь частенько бываем, а порой после выходных сами мы не привыкли. Мы не культурные. Нормально. Урны поставили дополнительные, мусор меньше стал, лавочки. Ну, хорошо, я считаю, в этот ход. Излюбленное место у молодежи, любителей активного отдыха – пляж на Ореховом озере. И расположен он в самом центре города. Уже сегодня здесь много тех, кто решил принять солнечные ванны посреди рабочей недели. Загорающие рассказывают, что еще недавно берег и заход были неудобными и глинистыми. Но после статьи популярной городской газете все исправили, и теперь белый песок радует не только глаз, но и пятки отдыхающих. Единственное, что хорошо, это они покосили траву. А, значит, после заметки, вот песочек привезли, вот они его вот аж вот туда засыпали, хоть выходить теперь из воды хорошо. Дело в том, что, во-первых, и песок привезли вот недавно, песок чистый. Вот сюда хорошо отдыхаете, когда погода хорошая. Вот. Вода тоже отличная. Самые активные могут заняться здесь вейкбордингом – новым видом спорта, объединяющим в себе серфинг и водные лыжи. Особенно приятно слышать довольные отзывы гостей города. Их можно найти на каждом из пляжей, и они рады поделиться впечатлениями. Из Ухты. Ухты, далеко. Сколько нет? Сутку с половиной. Нравится, что тут так тепло, и озеро такое. Тепло. Тепло? Да. А чисто, грязно? Грязно и чисто. Нам здесь очень нравится. Вы вообще гости города. Мы приехали к вам из Карелии, из Петрозаводска. Вот, и как выясняется, это лучший выбор. Здесь купались мои родители, моя бабушка. Мы приехали, и это прекрасно. Мы можем сравнить с прошлыми годами. Прекрасный желтый флаг. Спасатели всегда на месте. Очень такие позитивные ребята. Чисто, аккуратно. Этой ужасной музыки нет. Есть медики. Я сама медик. Сам с Владисоком приехал. Ну, нормально, в принципе, чисто. И я смотрю, дети купаются, как бы, и самому воду не жалко залезть. Нормально, мне понравилось. Подъезд понравился. Да. Очень, очень, очень. Вообще очень переобразилось. Я попал в 93-м году здесь первый раз. И вот я сравниваю 93-й год, и сейчас это день и ночь. В своеобразную пляжную акцию провели автозаправочные станции в Самаре. Организаторы пообещали заполнить полный бак бензина всем, кто приедет в купальниках и на каблуках. Предполагалось, конечно, что в первую очередь акцией заинтересуются девушки. Однако, к удивлению организаторов, в акции активное участие приняли и мужчины. Как отметил один из парней в купальнике и на каблуках, 5 минут туда, и зато потом неделю ездишь бесплатно. Понимаете, шоу 2016 год, кризис, денег нету. Я не гей, я еврей. День бикини Кстати, 5 июля во всем мире отметили Всемирный день бикини. Ровно 70 лет назад, в 1946-м, новую модель купальника впервые продемонстрировал модельер Луи Риар. Изначально Риар собирался устроить презентацию бикини у одного из фешенебельных парижских бассейнов. Однако, ему не удалось найти модель. Парижские красавицы не решались показаться на публике в столь откровенном по тем временам наряде. Продемонстрировать новинку согласилась только танцовщица одного из парижских клубов – Мишлин Бернардини. Говорить о купальном костюме древности, средневековья, ренессанса и последующих эпох не приходится. В те времена люди купались либо вовсе без одежды, либо в нижнем белье. На фресках Помпеев и в некоторых других местах бывшей Римской империи изображены женщины в костюмах, напоминающих современные бикини. Однако, позже эта традиция была забыта на долгие века. Первые костюмы, специально предназначенные для купания, стали появляться в конце XVIII века. Это были платья, под которые надевались чулки и матерчатые туфли. На голове обязательно присутствовала шляпка. В XIX веке появились первые раздельные женские купальные костюмы. Однако в викторианской Англии совместное купание мужчин и женщин даже в специальных костюмах осуждалось. Во Франции нравы были куда свободнее. Для мужчин там появляется специальный полосатый обтягивающий костюм. К началу XX века купальный костюм становится проще, демократичнее, а главное – короче. В 1920-е годы в моду входят загар и спорт. Пышные формы, бледность и отсутствие мускула воспринимаются как болезненные признаки. Купальные костюмы приобретают знакомый нам вид. Их начинают изготавливать из трикотажа, который лучше держит форму. Значительный вклад в певеризацию бикини внесли актрисы Бриджит Бордо и Мерлин Монро. В 1956 году вышел фильм «И бог создал женщину», где очаровательная Бордо показала, насколько соблазнительной можно быть в подобном купальнике. А еще лето можно провести зрелищно и с массой положительных эмоций. Здесь море дыма из-под колеса, запах жены резины, адреналин на трассе Атрона. В середине лета проходили, пожалуй, одни из самых зрелищных соревнований – четвертый этап российской дрифт-серии. Лучшие пилоты не только нашей необъятной страны, но и ближнего зарубежья собрались, чтобы выяснить, кто из них достоин звания победителя. Здесь происходят крупнейшие события вообще в российском дрифте. Я бы даже сказал, на всем постсоветском пространстве. Это четвертый этап российского чемпионата РДС. И заявлено у нас было больше 40, около 45 участников. Но вчера прошли квалификационные заезды, отбор. Соответственно, сегодня зрители увидят 32 самых лучших, самых быстрых, самых точных пилота. Так что шоу обещает быть очень жарким. В экстремальности и накалу страстей этому виду спорта точно не откажешь. Говоря максимально сухим языком, дрифт – это прохождение поворотов на максимально возможной скорости в управляемом заносе. Одной из главных фишек соревнований по дрифту являются парные заезды, участие в которых принимают только лучшие дрифтеры, прошедшие квалификацию и набравшие больше всех очков в одиночных заездах. Основное правило парных заездов. Две машины проходят трассу одновременно по принципу лидер-преследователь. Первый участник должен проехать оцениваемый участок в соответствии с заданием. Задачей второго является как можно сильнее приблизиться к своему сопернику во время движения в заносе, делая синхронные прикладки. Для определения победителя совершаются два заезда. Во втором заезде правила те же, но противники меняются местами. Победителем является тот пилот, который проехал ближе и лучше, будучи догоняющим. Также, если оба заезда были безупречными или количество ошибок обоих пилотов суммарно одинаковое, судьи могут назначить повторный заезд. В общем, действительно спорт настоящих мужчин. Правда, один из участников с этим, пожалуй, не согласится. Вновь украшением этапа российской дрифт-серии стала единственная девушка-участница филотесса Екатерина Седых из Владивостока. Катя, ну вот второй раз уже у нас в Рязани, второй, да? Все верно, да. Я просто помню вас в прошлый раз. Да, я была на предыдущем этапе, и мой календарь, это моя фотография, где там фаер-шоу, как меня назвали, фаер-леди, было именно в Рязани. Мне кажется, похудела еще. Возможно. Как сегодня настроено соревнование? Боевое, как обычно. Жара такая. Очень тяжело переносить, на самом деле, жара, как пилотам, так и автомобилям. Но то, что я попала в топ-32 со своим сокоманником Сергеем Кабаргиным, конечно, придает сил. Очень жаркая погода, но становившаяся в нашем городе в дни соревнований, видимо, хотела напугать участников, но не напугала. Несмотря на то, что асфальт буквально плавился, а столбики термометров сильно перевалили за 30. Глядя на пилотов, так и хотелось им посочувствовать. Одеты в комбинезоны, обязательный аксессуар во время гонки шлем. И, естественно, никаких кондиционеров в машине. Вам жарко? Очень жарко. В машине мы мерили температуру порядка 60-70 градусов. В комбинезоне, в шлеме – это очень-очень сложно. Даже по правилам у нас нельзя открывать окна. Но в этот раз организаторы сделали нам побложку. Мы можем одно открыть хотя бы немножко, потому что подышать там просто нечего. Ну что ж, удачи вам. Спасибо большое. Окна, правда, открываются далеко не у всех, но истинным спортсменам, как известно, чем сложнее, тем интереснее. Один из известнейших дрифтеров России Аркадий Цареграцев, приехавший из Красноярска и ставший серебряным призером соревнований, перед началом заездов рассказал о конкуренции и поделился настроением. Настрой хороший, еще бы не жарко так было, вообще было бы отлично. А вот конкуренция такая огромная. Хорошая конкуренция, но у меня сетка так получилась, что не сильно сложная, как мне кажется пока. А как? Ну, всякое может случиться, это дрифт, но я с кем поездил, думаю, о, на Ружейникова бы не попасть пораньше, да, потому что он, я думаю, что самый сложный для меня и самый быстрый здесь не попал, поэтому нормально себя ощущаю. А жарко? Очень. В машине? В машине тем более. А как-то боритесь, нет? Да, как бороться с ней? Никак. У меня даже окна не открываются. Вообще? Да. Трек Атрона собрал действительно звездный состав участников, профессионалов и настоящих фанатов своего дела, которые приехали в наш город вот уж действительно из разных и порой совсем не близких уголков земли. Алексей Головня, проделавший далекий путь, стал победителем этапа. Перед парными заездами, похоже, совсем не нервничал. Как настроилось соревнование? Да, конечно, уже жаждем быстрее начать. А, у соперников вот сильные соперники? Конечно, этот этап на данный момент самый сильный. Собрался больше всех топовых пилотов за вот всю, наверное, историю РДС, да? Поэтому конкуренция сумасшедшая и ехать непросто. В общем, целенаправленности, упорства и профессионализма нашим дрифтерам не занимать. Но оружием победы, как и в любом другом виде автоспорта, здесь, конечно, является автомобиль. Это мощные заднеприводные монстры в своей постате, мало, считай, никоим образом, не подходящие для обычного потребителя. Зато взгляды от них оторвать практически невозможно. Невозможно было оторвать взгляды, а заодно приходилось периодически ловить уходящие в пятки сердца и от своеобразной изюминки этапа «Мотофристайл-шоу» Алексея Колесникова и его команды «ФМХ-13». Экстремальность происходящего зашкаливала, а здравый смысл вообще не понимал, как такое возможно. Это сложно, это непросто. Именно поэтому этой дисциплиной занимаются сотни людей во всем мире. Высота прыжка получается около 13-14 метров. Мы практически не имеем права на ошибку. Очень большую роль играют факторы дождь, ветер и прочее. Поэтому сложная дисциплина. Сложная, опасная, но как бы в этом весь смысл. В общем, настоящие профессионалы, а потому, наверное, не фанаты своего дела, показали, что такое мощь, бесстрашность, спортивный дух и воля к победе. Было жарко и круто, и зашкаливали не только показатели термометров, но и положительные эмоции, как у зрителей, так и у участников. Летний отдых бывает не только приятным, но и полезным для тех, кто хочет проводить свое время с толком. Большой теннис – это тот вид спорта, при занятии которым задействуются все группы мышц человека. Кроме того, тренируется дыхание. Теннисист повышает рефлексы и скорость реакции. К тому же этот вид спорта, в отличие от многих более привычных, таких как бег, фитнес или силовые нагрузки, является игровым. Рязанцы пользуются всеми перечисленными вышеизвестными фактами и с удовольствием проводят свое летнее свободное время на теннисных кортах города. Их на радость жителей у нас хватает. Самой новой площадкой с наибольшим количеством кортов является Академия тенниса имени Озерова. Здесь не только можно насладиться игрой с друзьями на открытых кортах, но и улучшить свои навыки. На территории Академии работают лучшие тренеры страны и в прошлом олимпийские чемпионы, для тренировки у которых будущие звезды большого тенниса приезжают из других городов. Остается жить в Рязани, чтобы получить опыт. С Королев, Московская область. Из Ярославля. Я с города Энгельса. Из Иркотика. И если столько людей рвутся сюда со всей России, поскольку Академия тенниса считается одной из лучших в стране, то рязанцы уж точно должны пользоваться такой возможностью. Условия салтали здесь шикарные, тренеры известные. Да, главный тренер Елена Юрьевна, она в свое время тренировала и Мария Гирленко. Под руководством Елены Брюховец сейчас тренируется первая ракетка страны в своем возрасте, 17-летняя Анастасия Гасанова, приехавшая в Академию тенниса имени Озерова из Саратова. Она участвует в мировых турнирах первой категории. Не так давно стала победительницей одного из них. Скорее всего, буду в начале года следующую играть в Астралию науку. Вау. Где продолжишь тренироваться? Здесь буду также тренироваться, все нравится. То есть у тебя нет рвения поехать в какую-нибудь другую страну, что-то такое? Нет, мне это нравится, мне уютно. Достичь таких же результатов и пойти еще выше может каждый. Примеры этому также есть. Больше шансов вырваться в мировые лидеры, конечно, есть у тех людей, которые начинают заниматься теннисом с самого раннего возраста. Для еще совсем маленьких спортсменов в Академии есть специальная программа тренировок. Игра им не надоедает, а наоборот еще больше начинает интересовать. Тренеры используют для этого специальные приемы и мячи. Так что взрослые могут отдать своих малышей на тренировку, где они будут полностью поглощены процессом, а сами могут заняться своим собственным отдыхом на кортах Академии. Такой вот семейный вид спорта и польза, и отдых. Так что пользуйтесь теми перечисленными плюсами летнего провождения времени на кортах города, и вы будете всегда в форме и на позитиве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова